Число жертв лихорадки Эбола растет и уже превысило 4000 человек. Более 8000 заболевших находятся под наблюдением. Таковы последние данные Всемирной организации здравоохранения. В Гвинеи, откуда началась вспышка эпидемии, эпицентром заболевания остается префектура Гекеду на границе Сьерра-Леона или Берии. Организация «Врачи без границ» отмечает значительный рост случаев заражения Эболой в этой стране, несмотря на утверждение, что болезнь пошла на убыль. Во Всемирной организации здравоохранения признали, что недооценили угрозу, хотя медики, работавшие в Африке, еще весной предупреждали, эпидемия может выйти из-под контроля. «Мы должны следить за тем, как хоронят скончавшихся от Эболы людей, как ухаживают за больными, ведь все это приходится делать в условиях слабой системы здравоохранения. Чтобы изменить врачебную практику, которая формировалась на протяжении сотен, а может и тысяч лет, нужно много времени. Для изменений требуется время, а вирус нам дает его совсем немного», – говорит помощник генерального директора ВОЗ Брюс Айлвард. Смерть от Эболы зарегистрирована в семи странах. Больше всего жизни вирус забрал в Либерии, Сьеролеоне и Гвинеи. В зону заражения в Африке попали также Демократическая республика Конго, Нигерия и Сенегал. Семь случаев заболевания приходится на Европу. В Испании скончались двое священников, заразившихся в Африке. В США умер мужчина, приехавший из Либерии. В американских и европейских аэропортах вводятся усиленные меры безопасности. У всех пассажиров, прибывших из Западной Африки, измеряют температуру. Во Франции начинает действовать горячая линия, где расскажут о том, как предостеречься от заражения смертоносным вирусом. Субтитры создавал DimaTorzok